КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Спасибо. Спасибо. ...концертной памяти Натана Рафлана, только операция, которую только что перенес, не дала ему возможности это сделать. И несколько дней тому назад родился Александр Николаевич Скрябин. И не случайно дирижер говорит о том, что сегодняшний концерт его – это посвящение Козерога Козерогу. И сегодня действительно в мире появились страницы произведений выдающегося русского музыканта Александра Скрябина. Композитора, которого называли и композитором-романтиком, и композитором-философом. И, наверное, вдруг бы найти имя в русской музыке композитора, о котором так противоречиво отзывались бы критики и слушатели. Кто-то возносил его «Куты Непес» и был буквально «Кут Личность» и «Скрябин» его особой цветами, о нем говорили восторженные речи, а кто-то, или было очень много, не принимали музыку этого композитора. И, конечно же, сегодня представляю вашему вниманию первое оркестровое сочинение, первую оркестровую протитуру Монодова Скрябина. Мы, слушая концерты «Куты Пианы» с оркестром, не можем не вспомнить о том, что Александр Николаевич Скрябин был величайшим пианистом. Он с «Золотой медалью» закончил Московскую консерваторию и был профессором Московской консерватории. И он с такой нежностью на протяжении всей своей жизни относился именно к этому инструменту, говоря о нем буквально как о живом существе. И люди, которые слушали концерты с Крябиной, говорили, как бы ни относились к его слушателю, никто не выходил из зала равнодушно. И говорили о том, что это был человек, который мог за рояль, заменить целый оркестр. И игра его была особенной, она была нервной, импульсивной, полетной и вдохновенной. И, конечно же, то, что это первое оркестровое сочинение, может быть, в чем-то это и было слышно современникам. И встречая Николай Андреевич, римский форсиков, великий мастер экспериментовки, говорил о том, что это произведение не вполне совершено. Но он был очень словым критиком, но чрезвычайным, справедливым человеком. И ровно через год после этого высказывания он встает за дирижерский пункт и дирижирует именно этим концертом. И говорит о том, что в Москве возошла звезда первой величины. И проходят годы, и именно этот концерт становится концертом, о котором говорят, что это одно из высших достижений данного жанра. И стоит его в один ряд с концертами Чайковского и Рахмаринова. Мы слышали этот концерт, наш оркестр исполнял его последний раз в год 100 лет в создании этого концерта. Это был 97-й год, солистом был Владимир Крайнин, а сегодня мы гордимся тем, что в сцену выйдет музыкант, который мы очень хорошо знаем, как выпускника в Казахской консерватории, очень хорошая песня Иванова Дурнашева. И сегодня мы его представляем как солиста Московской государственной гармонии и лауреата международных конкурсов, и самое главное, лауреата первой премии конкурсов имени Скрябина. Скрябин концерт для фортепиано с оркестром в трех частях. Заместы лауреаты международных конкурсов Евгений Михайлов. Альберт Плаканселё. Альберт Плаканселё. Альберт Плаканселё. Спасибо. 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 Субтитры sitio –ern Tikka Guild проходит эта тема В третьей части Третья часть – ресторанная, и мы слышим здесь упоение жизнью, и такой замечательный нарисованный ночной пейзаж, и перекличка «Злей», которая рисует по-настоящему, очень трогательную ночную картину. Четвертая часть – это такая нарисованная картина, очень яркая картина «Грозы и Бури», которая перерастает в тему финала, который героический, такой финал очень яркий, который, кажется, достойно завершили этой симфонии. Итак, мы слушаем симфонию номер два «Скрябина», исполняет оркестр дирижер Фуат Мансуров. Аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я просто хочу вас предупредить, что четвертая и пятая часть идет без перерыва. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Аплодисменты! 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 Дорогие друзья, следующий год будет годом 90-летия за день рождения композитора Назида Жиганова. Но несмотря на самый праздничный род юбилей, это имя, которое вспоминаем мы на нем ежегодно. Вот только что мы 15 января отметили день рождения Назида Языча. И, конечно же, заслуга Флата Жиганова в том, что он поддерживает огонь памяти об этом композиторе и постоянно включает в свои программы сочинения своего большого друга и старшего коллеги. В 50-е годы в Татарстане вышел роман Баширова «Намус. Честь». Это был роман, который сразу всеми был замечен и отмечен, сразу после выхода из печати. И тема была бы такая для того времени актуальная. Это была жизнь советского крестьянства в годы, только что закончившейся Великой Отечественной войны. Героиней этого романа была пригодитель Калкоза Чулпан Мефисара. Та, которая постоянно помнила о том, что этот возник «Хлеб фронту» очень дорог для каждого. И вся ее жизнь была причинена именно этому. И только известие о смерти ее мужа, пришедшего из фронта, изменило ход ее жизни. И вот по страницам этого романа, о романе Баширова на «Намус» и была написана опера Жиганова с этим уже названием. Опера была написана в 30-летии Тайцы СССР, оставлена, но репертуарного успеха не имела. Чем нельзя сказать об увертюре, которую вы сейчас услышите. Об увертюре, которая написана в математическом материале оперы. И звучит здесь страница из арии Нафисы, которая является главной темой кувертюры, и из Дариоза Кайдара, фронтовика, который вернулся с фронта и полюбил красавицу Нафису. То есть основные темы оперы использованы в этой кувертюре. Сейчас мы услышим произведение, которое было и героического набора, и взволнованности, и яркой музыки, и где-то, может быть, скорбных воспоминаний. Надик Жиганов, кувертюра Нафиса. Исполняет Государственный психологический оркестр Республики Татарстан, дирижер, художественный руководитель и главный дирижер оркестра, народно-артист России, Татарстана, Казахстана, полуряд государственной библии Республики, профессор, академик Фуат Мансуров. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 Продолжаем концертную программу популярнейшее произведение мирового концертного репертуара «Испанская симфония Лоло». Это одно из самых высоких достижений в области испанистики, которое подарила миру французская музыка. И произведение, которое насыщено песнями, танцевальными ритмами. И именно после этого сочинения французские композиторы обратились к испанской музыке, к испанскому фольклору. А написано это сочинение было 52-летним композитором, сыном выходца из Испании. И Лоло создает это произведение, будучи автором многих произведений для скрипки, для учебек, альта. Он смог был замечательным скрипачом и альтистом, но эти произведения не привезли ему успеха. И только исполнение ровно 125 лет тому назад Пабло Сарасате, его испанской симфонии, исполнение на концертном рестароде, выдвинуло Лоло в первый ряд французских композитов. Итак, мы слушаем сочинение французского композитора Пабло Лоло «Испанская симфония». Токция номер два для скрипки с оркестром в пяти частях. Солистка, ученица Экларда Ильича Грача, может привыкли к тому, что в последнее время так многих его учеников приветствуют на этой сцене. Это скрипачка, которую мы хорошо знаем по ее выступлениям в Казани, лауреат международных конкурсов, солистка Московской государственной академической филармонии Ариатна Анчевская, дирижон Фуа Мансуров. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 КОНЕЦ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Светлана Закопилась домой и рекламирула мне сказать несколько слов о симфонии Руденштейна. Вам сегодня предстоит, представляете, радость общения с непонятной музыкой. Очень интересной, очень яркой и очень, какой адресный, я бы сказал. Речь идет о второй симфонии Антона Руденштейна «Океан». Эта симфония прозвучит «Вказание в первом мире». Ну, вы знаете, из летописи моей музыкальной жизни Римского острова, как проходили и как складывались отношения между ручкистами с одной стороны, Чайковским, Руденштейном, Арманом с другой стороны. Причем ручкисты почему-то отказывали Руденштейну в композиторском таланте. Он был гениальный пианист, но они его называли «Дургенштейн», «Дургенштейн», «Как угодно, только не Руденштейн». Однако, это композитор, который заслужил внимание самого Чайковского. И вот речь идет о второй симфонии, симфонии «Океан». Она написана была в 1976 году. Под сильным впечатлением, под гибелью одного из больших российских пароходов 4-го нашего лига – «Октябрь», вводов Индийского океана. Это было в начале лета. Антон Руденштейн был так потрясен, что, в общем-то, не удержался, чтобы написать симфонию «Океан». Первоначально она стояла из семи частей. Ну, симфония довольно пространная, она шла чуть ли не полтора часа. И друг Чайковского Герман Ларош в шутку сказал, что одно обстоятельство роднит эту симфонию с океаном – там много воды. Но умный Чайковский, который обладал тончайшее чувство меры, своевременно подсказал Руденштейнеру, а не обойтись ли традиционным циклом из четырех частей. И вот то, что вы сейчас услышите – это уже изданные симфонии, где нет третьей, нет пятой, шестой частей. Именно тех частей, где больше всего воды. Ну, я хотел бы сказать несколько слов о содержании этой симфонии. Хотя, в общем-то, я противник утилизации каждого папка. Нельзя так разжелывать подобную музыку и делать ее понятной для операции. Ее надо чувствовать. Между прочим, республика очень легко воспринимает такую эстрадную музыку. Так называемую попсу. Там не надо никому ничего объяснять. Они ликуют, радуются, некоторые даже теряют сознание. Это, вероятно, сила искусства так велика. Так, в общем-то, сильно воздействует на человека. Я иногда проводил встречи в консерваториях, в те города, куда я приезжаю. Даже с рубежом, когда я читаю лекции, спрашиваю, а вот как вы относитесь к эстрадной музыке? Я говорю, знаете, что я ко всему терпима отношусь. Ваши, что я талантливый. Ну, меня нисколько не шокирует то, что я признаю, что я в молодые годы играл в ресторане на Конорбассе. Я сам не научились, но такое было тяжелое время. Я познакомился достаточно подробно с такой эстрадной лёгкой музыкой. Ну, между прочим, даже в лёгкой музыке существуют какие-то различия. И вот когда я спросил, ну какие же различия в музыке лёгкой? Я говорю, знаете, что когда хорошему человеку плохо, то это называется блюз. А когда в плохом человеку хорошо, то это просто. Ну, я в чём не скажу. И вот в симфонии Рубинстейна очень много ярких моментов. Может быть, даже на хористических я бы сказал. Кстати, о первой части, которую можно назвать по аналогии с шагеризадой, «Океан моря Синии». Это музыка, которая инстурирует беспрежные просторы океана. С его опасностями, с его радостями, с его волнением. Герман Ларош в своей книге пишет, что Чайковский был в восторге от этой симфонии. И он ставил первую часть, «Океан моря Синии», по номере симфонии шагеризада, «Океан моря Синии» и «Океан моря Синии». Он ставил первую часть выше. Это я вам отдаю мой суд. Вторая часть, она как бы традиционная. Моряки, которые, в общем-то, не без опаски выходили в океан, они отдавали должное Богу. И, так сказать, проводили такую службу, молили обращение к Богу, чтобы Он дал удачу. Потому что раньше каждый пятый, шестой корабль не возвращался туда, потому что он погибал. Погибло, по статистике, невероятное количество кораблей. Вот один ученый сказал, что если поднять с окна океанов морей все затонувшие корабли, то нужно было озолотить весь мир. И мы бы ни в чем не нуждались. Вот так. Но Чайковскому особенно нравилась вторая часть. Она ему показалась особенно мгновенной, вы это услышите. Это молебен, служба в церкви и выход в море. Третья часть, это дань, так сказать, морской традиции. Танец Матлёд. Это, в буквальном смысле, Матлёд. Это стилизация под Матлёд. Но это веселый, игривый, беззаботный танец моряков. И финал. Финал начинается с воспоминания об этом молебании, по просьбе к Богу. Много случается. И вот моряки, которые вышли в море, они едва не послепили к кораблекрушению. На море разогралась буря, и вот опасность была совсем близка. И вот то, что вы даете себе знать, они должны были сигнальны к соседним кораблям. Раньше на палубских кораблях не было сигнальных устройств. И там, на палубе, находился такой инструмент. Он назывался монохорд. То есть однострунный инструмент. Это инструмент что-то вроде контрабаса, но больших размеров с одной единственной струной. И вот на этом монохорде они играли с флажолетов. Изобразите, пожалуйста, монохорд. Звук этого монохорда был слышен за несколько километров. И вот в этой тревожной ситуации мы слышим ответ другого корабля. Но это уже играет суждение. Затем короткая молитва, и все очень счастливо заканчивается. И мы приплываем в свою родную гага полное счастье, удовольствие и радость взаимно с нашими голосами. Итак, я вам предлагаю симфонию номер два. Ян Антона Робертштейн. Ян Антона Робертштейн. КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКО tiver СПОКО�entin Рогенштейн – один из ярких, мелодичнейших и тендеральных оппозитов. О уровне творчества можно судить даже по мелочам. У Шостаковича есть три балетные свиты. Такие, знаете, почти микроскопические миниатюры. Каждый из них шутка гений. Одна другой красна. И в этом появляется команда. Ну, Шостакович сам по себе человек такой, знаете, очень современный и смотрящий вперед из 21 века. Я думаю, что он придет время, когда мы будем гордиться тем, что мы жили в одновременно с Шостаковичем. А вот Рогенштейн временами оказывается не заслужив забытым. И вот, как я сказал, в мелочах проявляется талант композитора. Сейчас мы предложим ваше внимание известный вальс Каприз Рогенштейн. Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!